А вы не задумывались, почему современные игры не приносят удовольствие? Я в последнее время вижу множество зрителей своего и других каналов, которые столкнулись с игровой импотенцией, перестали кайфовать от видеоигр и неужели это проблема в каждом из нас? Давайте разберемся. С вами как всегда Джамбо Макс, расчехляем свои лайки, подписываемся на канал и сегодня мы поговорим о этой игровой проблеме и давайте начнем. Все мы любим поиграть. Ощутить себя в роли супергероя, какого-то агента, кто-то не против ощутить себя в роли сексапильный Тиан, ну или же накачанного мужика с автоматом. Но каждый играет по-разному, для кого-то видеоигры это все-таки самое главное хобби в жизни, без которого не обходится ни дня, а кто-то наоборот имеет игровую консоль или какой-нибудь стимдек чисто для галочки, чтобы просто занять время. Как по мне, с той проблемой, о которой пойдет речь, сталкиваются те, кто играют чаще и уже долгое время. Многие, кто попал в такую ситуацию или видит со стороны, чаще всего грешат на некую зажратость, перенасыщение в виде играми и в целом частично так оно и есть. Когда ты каждый день занимаешься одним ATM же или долго играешь в какую-нибудь игру, у тебя сначала появляется привыкание, а потом и вовсе перестаешь что-то чувствовать, поскольку тебе начинает все приедаться. У меня тоже такое было, я тоже перестал играть в любимые мной игры, не понимал почему так происходит, но после перерыва, так скажем, некого голода, желание играть возвращалось. Аналогия прям как с едой, да, иногда бывает такое, что есть ну вообще не хочется, но после того как проголодаешься, бывает даже такое, что иногда не поешь дольше, чем обычно, так или иначе чувство голода, оно потом возвращается. И у игр практически то же самое, особенно если на них появляется свободное время. Бывает и такое, что после большого перерыва, заходя в какую-нибудь новую игру, кайфа все равно не получаешь. Под геймплей ты начинаешь просто засыпать, на игру тебе становится пофигу и хватает буквально на 40, а то и на 15 минут игры. Хотя ранее без остановки ты мог пройти пару игр залпом. Поскольку я играю уже давно и у меня опыт довольно таки большой, да, в свою игровую жизнь я начал с 2000-х годов, застал Sega, Dreamcast, Офигенное время, PS2, Xbox 360 и так далее, я отчетливо видел тот самый прогресс, когда игры с 2D превращались в 3D. Становились лучше, интереснее, продуманнее, разнообразнее и тот самый прогресс анимации, графики можно было увидеть вообще не вооруженным взглядом. И наблюдая за этим прогрессом, кроме восторга и чувства вау, у других эмоций почти не возникало. Но я думаю, что те, кто пережил 90-е года, меня более чем понимают и вот с вас обязательно лайк, даже не обговаривается. И раньше было действительно много классных, интересных, а самое главное новых задумок, замедление времени, перемотка событий, предоставление возможности игроку влиять на мир, появились первые открытые миры, какая-нибудь клевая история про колоритного персонажа. И если это раньше было некой новизной, то сейчас постречать проект, у которого будет оригинальная идея или что-то чересчур привлекательное, какой-нибудь мега харизматичный персонаж на уровне мастера Чифа крайне сложно. Зато сейчас сильных и независимых женщин столько, что хоть убавляй. И сейчас чаще всего используют чего-то уже придуманное, видоизменяют под новым соусом, просто повторяют старые при помощи ремастеров, ремейков. Конечно, это не всегда получается плохо, но все же большее количество легендарных проектов мы можем повстречать в прошлом, нежели выходящих в нынешнее время. Сейчас, честно говоря, и прогресс в виде не такими большими шагами, он есть, но такого всплеска эмоций иногда крайне сложно достичь, поскольку раньше те самые шаги были куда шире. Видно было всем и без объяснений, которые присутствуют сейчас, что ну вот сейчас как бы разрешения стало побольше, но тут у нас применяется технология такая, как Dolby Vision, которая работает только в определенных играх и на телеках. Вот здесь у нас включена трассировка лучей, а вроде не включена и так далее. Опять же, это неплохо, прогресс есть, но сейчас он не так заметен, и даже скажу больше, он есть далеко не всегда на уровне некоторых проектов, которые выходили ранее, отчего не так много проектов смогли достичь графики, как в том же Rise, Uncharted или Lost of Us и так далее. Хотя стоит заметить, что возможностей сейчас стало куда больше. Помимо этого, конечно, притупление эмоций от новых игр способствует и сверх качественные проекты, которые выходят не так часто, как какая-нибудь RDR. Ибо у меня, к примеру, с такой проблемой столкнулся вообще мой отец, когда прошел RDR 2, он просто не сумел сыскать подобную по качеству игру, с подобным жанром и с подобной проработкой мира, отчего другие игры ему кажутся, ну, такие уже себе. Поэтому тут можно частично опереться на то, что чем дальше мы живем, тем меньше мы удивляемся, но я не думаю, что в этом корневая проблема. Когда я недавно пользовался сим-деком, я попробовал старые игры по типу Макс Пейна, купил себе Бэтмена-летопись Архама для обратной совместимости. Когда перепроходил Ninja Gaiden 2, меня осенило то, что в старые игры, даже несмотря на их неактуальность, на старый графон, топорное управление, ты не замечаешь в них время. Тебе с удовольствием хочется узнать, что будет дальше, несмотря на то, что ты уже это когда-то видел, завалить какой-нибудь босса, заюзать какую-нибудь способность, оружие, и в целом покопаться в игре куда приятнее и интереснее, нежели в чем-то новом. Я правда с удовольствием потратил около 2000 на старого Бэтмена, вместо того, чтобы бесплатно скачать рыцаря Архама, которые ну вообще никак не цепляют. А в той же летописи я без вылезания играл подряд часов 5. Я когда записывал видос про инновационную футболку для игр, которая передает чувство с игры прямо на твое тело, кстати, гляньте, кто не смотрел, этот видос реально интересный, я покупал себе Assassin's Creed Mirage, кстати, делал я это через ребят из X-Games, и что, банов у них сейчас нет, но все равно всем рекомендую совершать покупки через новый аккаунт. Но после того, как я протестировал игру для футболки, мне так было впадло ее проходить, что я тупо после теста не включал, ибо мне показалась она настолько пресной, неинтересной, а самое главное мало чем цепляющей. Хотя в тот же Black Flag я прошел далеко от его выхода и капец как кайфанул, и возможно даже когда-то перепройду когда-нибудь еще раз, так же как и серию про Эцио. И да, напишите в комментариях у кого так же, что какая-то старая игра иногда впечатляет куда больше, чем новая. Как по мне, все-таки стоит признать, что сейчас наступил некий кризис, отчего игры стали хуже, неинтереснее, непродуманнее, халатное сделание, и в целом экономика игровой индустрии очень поменялась. Если изначально той или иной студии было выгодно сделать классную, качественную и интересную игру, чтобы заинтересовать игроков, чтобы она им понравилась, и чтобы впоследствии ее хорошо продать и заработать на этом денег, то сейчас игру можно и вовсе не продавать, а сделать бесплатно. Конечно, многие все равно продают некоторые проекты, но так или иначе у многих цель сделать какую-нибудь игру-сервис, которая будет являться неким насосом по выкачке денег, долгое время сделанной на одной базе с тех, кому она понравилась, и с тех, кому нужен тот или иной внутриигровой предмет, как это, к примеру, пытались реализовать в Fallout 76 после офигенной четвертой части. Все это произошло из-за того, что, во-первых, появилась такая возможность, ибо раньше сетевые игры были не так развиты, и из-за того, что сейчас видеигр настолько много, что какую-нибудь одиночную игру, не прям хайповую, можно просто на старте не покупать, ибо можно дождаться по скидке, или вообще дождаться, когда ее внезапно раздадут по подписке. Сейчас, на самом деле, намного проще, находишь себя какую-нибудь по интересам онлайн-игру, и без конца сидишь вне, не тратя времени и денег на всякую фигню, которую ты, конечно, можешь поиграть, но тебе особо не охота. И иногда разрабов даже не спасает хорошее качество проекта, возьмите тот же Alan Wake 2. Классное повествование, отличная графика, интересный игровой процесс, но игра не продается, как хотелось бы. Отчего дальше у разрабов встанет вопрос, а стоит ли опять наступать на те же самые грабли? Если же кто-то решает сделать игру, то, к сожалению, она не всегда получается такой, как нужно. Если разбирать онлайн-проекты, то многие иногда пытаются просто повторить какой-нибудь тренд, чего-то популярного. От этого у нас как бы есть клоны Королевской Битвы и какого-нибудь Овервотча. Либо повторяют визуал, либо же какую-то некую старую динамику от старой колды, практически не предоставляя ничего уникального, как это сделали Юбики. Хотя раньше, если что-то выходило, то каждый пытался сделать что-то прям реально уникальное, отчего в целом и у нас и был масштабный классный с разрушаемостью Battlefield, быстрый коридорный колда. Был и Субатер, и GTA, и какой-нибудь Виллман, и хоть масштабы игр совершенно разные, в них было интересно играть, и были механики, которые в край отличали эти игры. Возьмите тот же протокол Калиста, который хорош в графике и неплох по геймплею, но те, кто играл в тот самый легендарный Dead Space, понимают, что он далек от него. По наполнению локаций, сюжету, да и в целом по исполнению, отчего тебе играть становится просто скучно. А после пройденных DLS ты вообще ловишь чутка кринж и понимаешь, что проект закрыли не зря. Посмотрите в сторону Battlefield, которая 2042, казалось бы, это электроники, которые создали множество классных частей этой серии до этого. Но в самый крайний раз на релизе они сделали просто говно с пустыми картами, неинтересной системой специалистов, зато на 128 человек, поскольку NextGen. Посмотрите в сторону Ubisoft, которая не может сделать ремейк игры, в которой уже все придумано, идеи, персонажи, лор, локации, боссы, и в которые нужно просто пририсовать на новой ЛА, добавив туда щепотку свежих идей. И то не обязательно. Хотя в целом, ранее это была одна из компаний, которая делала просто потрясающие игры с реально клевыми идеями, которые игроками любимы до сих пор. Сейчас подобных творцов не так много. Да, нам везет все-таки с вами увидеть в нынешнее время хотя бы чутка проектов, которые по-настоящему заслужат уважения, как какой-нибудь Балдунгейт, Киберпанк, Зельда, еще что-нибудь. Но в большей степени почему-то входит душная хрень, которая либо пустая, либо короткая, не цепляет, либо которая ориентирована на что-то одно. Возьмите, например, тех же самых именитых Рокстеди, которые подарили нам замечательную серию Архам. Честно говоря, у меня в голове до сих пор не укладывается, как они могли за столь большое количество времени сделать какую-то фигню, как отряд самоубийц. И у меня такое ощущение, что те, кто сейчас принимает решение за какой-то проект или его направление, просто не понимают, что такое видеоигры и что нужно игрокам. Отчего мы иногда получаем либо говно, либо говно, либо красивое технологичное говно. Просто даже если взять тот же самый Hellblade 1, который был интересен, необыкновенен и достаточно красив для своих возможностей, то вот, например, та же самая вторая часть, она получилась красивее, во много раз, да. Но сама игра осталась практически без изменений, хотя на ее разработку потратили около 6 лет. Часто стало заметно, что вместо интересной истории или необыкновенной задумки, игры стали тонуть в повестках, как опять же та же самая Ubisoft, которая вдруг решила рассказать историю про темного самурая. Про историю компании, которая этим всем занималась, я вообще молчу. И среди всех актуальных проектов или будущих можно, конечно, найти что-то для себя интересное, но, как правило, таких проектов единицы. И чаще всего выходит что-то недостаточно качественное, интересное или просто на любителя, от чего иногда попросту хочется вернуться в старые игры и их перепройти. Опять же, вы можете сказать, что игроки все-таки зажрались, от чего не видят якобы хороших сторон во многих проектах, но я считаю, что это не так. И это скажут только те, кто не видел того самого развития игровой индустрии, не ждали с нетерпением офигенных проектов и не кайфовали от покупок очередного диска, который ты мог бесконечно рассматривать, пока находишься в пути домой. И, как по мне, самый пик игровой индустрии, пожалуй, был. И был во время Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4. Часть же нового поколения идет уже как 3 года, но вспомнить каких-то крышесностых проектов, которые настоятельно можно посоветовать, прохождению крайне мало. Но, несмотря на это, будем надеяться, что игровая индустрия когда-нибудь снова расцветет и принесет нам кучу классных проектов, которые действительно захочется купить и которые при этом принесут удовольствие, как это было раньше. На этом у меня все, большое спасибо вам за просмотр, не забывайте делиться своим мнением на этот счет, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok